Ну что ж, ребятки, обновление уже очень близко, поэтому в этом ролике я вам покажу все спойлеры, которые я нашел по поводу этого обновления. Буквально в пятницу должно выйти обновление, потому что в пятницу день рождения проекта, и ему исполняется 9 лет. Поэтому от вас хочу быть активной, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Ну а в начале игры вам, как обычно, поможет мой промокод. Вводите промокод Палканов на любом сервачке до пятого уровня, за него получите 300 тысяч. Вся информация есть в описании под видео. Ну что ж, ребятки, я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Итак, ребятки, первый спойлер, который я вам уже показывал, это улучшение компании. Мы уже об этом говорили, обсуждали, я записывал про это отдельное видео, но вкратце давайте скажу. То есть в обновлении добавят улучшения для компании, которые скорее всего будут влиять на заработок, как и дальнобойщиков, так и владельцев компании. Я считаю то, что это не конечные улучшения, возможно в обнове уже их будет больше. Следующий спойлер, это у нас кейс боевой. То есть у нас есть сейчас кейсы гонщика, были новогодние кейсы и сейчас добавят кейс боевой. Кейс боевой, это будет относиться, я думаю, к нелегальным организациям. То есть вы за выполнение, допустим, угона, либо ограбления дома, будете получать кейс. То есть что мы здесь видим, у нас есть стимулятор, есть эмульсия, адреналин S, большая аптечка, мазьных мультитул, чертеж адреналин, чертеж большая аптечка, краска высокого качества, питочки, краска низкого качества, бронежилет и наличные. То есть здесь нету прям таких очень ценных призов, по факту, то есть их таких прям таковых нету. Есть там всякие приколюхи, но такого как, допустим, там нитро, стробоскопы, там всякий тюнинг, ничего такого нету. То есть кейс такой будет прикольный, но не прям имба для заработка, а возможно я ошибаюсь. Появится у нас стимулятор получается, который будет каким-то образом стимулировать, возможно это нужно будет использовать для спортзала. Также в обновлении добавят доставку еды на дом, то есть вы сможете заказать еду домой. То есть здесь пишется стоимость товара, доставка, непонятно будет ли это новая работа, либо это будет связано с такси, потому что допустим в такси есть реальная доставка, она реализована по-другому. Но возможно вот этот прикол с доставкой еды домой добавят именно в такси, но это всего лишь предположение, возможно это реально будет как отдельная работа и вы там, не знаю, берете мопед, допустим и пиздуете, развозите как бы еду по домам. Либо, кстати, можно будет заказывать еду именно закусочной. Следующее обновление, которое я хотел бы вам показать, это обновление меню призов. Это давно нужно было бы сделать и оно будет реально теперь удобное, оно будет находиться в табе, то есть вы нажимаете таб, выбираете категорию призы и здесь все красиво оформлено. Вы сможете как бы посмотреть все, что у вас есть, сможете посмотреть последние призы, список призов. То есть реально это выглядит теперь красиво, современно, мне реально очень нравится. Следующее обновление у нас связано с крафтом, то есть в обновлении добавят скрытую камеру, с помощью которых можно следить будет за граффити. То есть как это будет работать примерно в моей голове, то есть вы наносите граффити получается, ставите туда камеру, если вы ее скрафтили. И если будут происходить какие-то изменения, то есть начнут скрашивать граффити, вам в семью приходит оповещение, скорее всего, и показывается метка, где это происходит. Также в обновлении появится улучшение для семи, называется оно контейнеры, это будет что-то наподобие фамвара, наподобие корабля, ну что-то подобное, только здесь, я так понимаю, не нужно будет так сильно потеть, а возможно наоборот. Непонятно, что будет в этих контейнерах, ну скорее всего, какие-то ценные призы, приколы там и так далее. Данное улучшение будет стоить 1000 ваучеров. Также после обновления добавится возможность продавать доп-слоты для павильона, то есть эти слоты есть или будут в бриантовой рулетке, и вы сможете их спокойно как бы продавать на рынке, игрокам, либо оставлять себе. Я, допустим, знаю то, что в навыках есть улучшение для павильона, это 5 слотов, как бы это довольно-таки немного, то есть в целом у вас получается сколько? 10 слотов, а так вы сможете себе сделать там 30 слотов, 50, то есть для барыг, которые любят заниматься перекупством, которые приобретут там всякие там аксессуары, одежды, ресурсы, то есть для них это реально будет полезно, потому что они смогут жестко прокачать свой павильон, ну точнее свои слоты, и реально там выставлять очень много товаров, и тем самым зарабатывать больше денег. Ну что ж, ребятки, теперь приступим к автомобилям, какие автомобили изменятся в этом обновлении, на Mercedes E63 в старом кузове добавят обвес Brabus, то есть выглядит реально прикольно, прикольный такой обвесик, аккуратненький, в принципе, мне старая E, если честно, даже больше нравится, чем новая. Поэтому, у кого, ребятки, есть такой автомобиль, буквально вот скоро выходит обновление, вы сможете себе в тюнинг-центре поставить вот такой вот красивый обвесик. Также на автомобиль Mercedes-Benz S600, то есть он же Кабан, добавят также обвес и новые диски, то есть реально появится новый обвесик, который будет очень хорошо смотреться, мне на самом деле тоже очень нравится, хотя я больше люблю BMW, но как бы Кабанчик, это реально, ну, это просто стиль. Также небольшие изменения произведут автомобилям Rolls-Royce, появится дух экстаза и новые дисочки. Я, честно, к Rolls-Royce отношусь не очень хорошо, мне реально он не нравится. Единственный Rolls-Royce, который мне нравится, это Rolls-Royce Down, также в этом обновлении появится обвес на Honda NSX. В принципе, этих машин достаточно мало, поэтому вы, в принципе, сможете еще больше как бы выделяться вот с таким обвесиком. Также изменения произойдут с Land Cruiser 200, то есть вы также сможете поехать в тюнинг-центр и поставить на него обвес. Ну, я так понимаю, то, что за ним, это обычный, а то, что перед ним, это уже на обвесе. Следующее, что бы я хотел вам показать, это, получается, бар, который будет находиться на крыше из одних торговых центров. Не знаю, какой торговый центр, но выглядит реально прикольно, то есть вы можете, я думаю, прийти сюда, там взять, возможно, что-то выпить, там посидеть, пообщаться с кентами, там девочки, туда-сюда. Следующий спойлер довольно-таки очень свежий, который вышел буквально вчера. Это, получается, у нас такой вот видосик, в котором мы видим то, что пацанчик-трусселяк танцует гопачок, на заднем фоне у него стоит импала. Если мы посмотрим, получается, в левую часть экрана, там мы видим то, что появится новый район в Батырево. То есть будет новый райончик, новые дома, либо, возможно, их перенесут. Ну и следующие улучшения уже связаны, получается, именно с госорганизациями. В обновлении появится возможность смотреть базу данных снятия розыска. То есть вы сможете смотреть, кто кому снимал розыск, когда, сколько и так далее. Также для сотрудников ЕСС добавят возможность проверить на употребление за последний час, то есть проверка на запрещенные вещества. Не знаю, для чего это будет сделано, возможно, сотрудник, получается, ЕСС вызовет полицию и такого персонажа задержат и посадят в тюрьму. Следующее улучшение у нас, получается, для той же госорганизации, это возможность отслеживать игроков именно куда они зашли в интерьер. То есть теперь вам максимально будет сложно скрыться от полиции. Если вы даже забегаете в интерьер, сотрудник сможет осадить, в какое здание, либо в какой подъезд вы зашли. То есть теперь будет максимально сложно, сотрудники смогут полностью отслеживать, куда вы зашли, в какую квартиру, в какой дом и так далее. То есть вы теперь от них просто не скроетесь. Также для охранников правительство добавят возможность электрошокер брать и стяжки. То есть теперь у них хотя бы будут какие-то возможности вывести, получается, человека, если он ведет себя неадекватно. Также в обновлении добавят новый интерьер для ДПС, если я не ошибаюсь. Ну вроде бы да, это ДПС, то есть будет полностью новый интерьер, переделанный, большой, красивый. Также для сотрудников ЕСС, а именно для пожарников, тоже, я так понимаю, сделают отдельный интерьер. То есть у них был раньше просто совместный интерьер, получается, с больницей, то есть ЕСС, Единая служба спасения, или как оно там переводится, я не знаю. Ну короче, вы поняли. И для именно пожарных добавят, получается, отдельный интерьер. Продолжение следует...